Привет! В ближайшее время начнётся полномасштабная, полновесная, большая, кровавая война, которая охватит Ближний Восток. Весь регион заполыхает, запылает, превратится в сплошной хаос. В первую очередь я имею в виду то боестолкновение, которое случится между Израилем и Ливаном. Ту войну, которая является неизбежной. Она обязательно произойдёт и неважно когда. На протяжении нескольких часов, в эти сутки, после Олимпийских игр в Париже или непосредственно перед американскими выборами. Она уже предрешена. Её, по сути, не избежать. Уже сегодня высшее руководство военно-политическое Израиля приняло решение нанести в ближайшее время, в ближайшие сутки, пускай и ограниченный, но массированный удар по стратегическим объектам на территории Ливана, в том числе, быть может, и по столице Ливана, Бейруте. Уже Хезбала, террористическая группировка, которая орудует и давно контролирует весь Ливан, её руководство, Насрала, заявило о том, что если Израиль ударит по Бейруту, то пострадает административная столица Израиля, Тель-Авив. Уже Иран готовит ответный зеркальный удар в течение 72 часов. И уже даже турецкий лидер Эрдоган заявляет о том, что он направит войска в Израиль, если тот масштабирует войну, и попытается оккупировать часть израильской территории. Наверное, Эрдоган при этом вспоминает иракского диктатора Саддама Хусейна, который также пытался уничтожить и оккупировать Израиль. Если эта война произойдёт на Ближнем Востоке, если регион заполыхает, если начнётся противостояние большое полномасштабное Израиля и Ливана, Израиля и Хезболы, а значит Израиля и иранских сил, это непосредственно всё повлияет на войну России против Украины. И Путин будет делать всё возможное для того, чтобы поджечь этот конфликт, создать ещё одну точку нестабильности, ещё одну горячую точку на Ближнем Востоке. И если это произойдёт, то тогда о перемирии, о каком-то процессе переговоров, пускай даже и мнительном, речи уже не будет. Всё это накроется медным тазом, и Путин воспользуется всей этой историей, будет её оркестрировать. И, конечно же, это вызывает определённые опасения. Давайте об этом сегодня и поговорим. С вами Александр Демченко, вы на каналах Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Ну а мы начинаем разбор. Поехали. Итак, в ближайшие часы, на протяжении суток, быть может чуть больше, израильская армия Цахал нанесёт массированный, пускай и ограниченный удар по стратегическим, в том числе и военным объектам Ливана. По тем объектам, на которых находятся, базируются там террористические группировки. Ячейки Хезболы. Организации террористов, которые давно оккупировали Ливан, которым он давно подотчётен, всё ливанское руководство, которые заправляют Тамбал и которые подконтрольны непосредственно Ирану и его местному КГБ, которое называется Корпус Стражей Исламской Революции. Тот самый Корпус Стражей Исламской Революции, который контролирует в Иране всё, от любого бизнеса и военно-промышленного комплекса до ядерной программы, до разработок баллистических ракет, которые направляются в Россию и они их направляют, до дронов, которые направляются в Россию и это именно КСИР их направляет туда, инструкторов, которые приезжают в Крыму на территорию Татарстана, в Алабугу и воссоздают там предприятия, дроновые предприятия, и это тоже делает КСИР. И этот же КСИР финансирует, обеспечивает вооружением Хезболу. Почему Израиль будет наносить удар по Ливану, опасный, быть может даже катастрофический удар по Ливану? Потому что буквально сразу после открытия Олимпийских игр в Париже, летних Олимпийских игр, Хезболуа при помощи иранских ракет нанесла точечный удар по северу Израиля, вблизи Голландских высот, по поселению друзов, по полю, спортивному полю, где играли дети, вследствие чего было убито 12 человек, большая часть это маленькие детки. Нанесли по поселению друзов, друзы это арабы, арабы, правда, которые поддерживают Израиль, которые воюют за Израиль, у них есть специальные подразделения в рамках Цахал. И это, конечно, трагедия, и каждый раз после таких трагедий Израиль не молчит, он дает по зубам. Вы знаете мне этот удар, удар по этим детям, по спортивному стадиону, напомнил два события сразу. Первое, которое случилось во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда палестинская террористическая группировка Черный Сентябрь, убило во время Олимпиады в Мюнхене 12, простите, людей, 11 израильских спортсменов, делегатов и одного немецкого полицейского. Тогда террористы, некоторые из них, которые не были ликвидированы, их отпустили, им дали уйти. Не были пойманы организаторы, заказчики. И тогда Голда Мэйр, тогдашний лидер Израиля, позвала к себе в кабинет директора МОСАД с Визамира и сказала, посылай мальчиков. И Замир послал мальчиков. И мальчики из МОСАДа нашли большинство убийц, ликвидаторов, террористов, исполнителей, заказчиков, организаторов, поставщиков оружия, тех, кто скрывал на квартирах конспиративных. Нашли всю цепочку и ее ликвидировали. Одного за другим. От Латинской Америки до Европы. Тогда тоже было убито 12 людей. Перед началом Второй Ливанской войны Хезболла, та же самая Хезболла при посредничестве Ирана наносит удар по территории Израиля. 12 погибших, снова 12 погибших, в том числе и представители армии Израиля. И Израиль начинает Вторую Ливанскую войну, пускай и не очень успешно для израильского государства. И сейчас снова 12 человек, граждане Израиля, дети. Снова точечная операция. Но та точечная операция, за которой точно последует в ближайшей перспективе, в ближайшее время, и не важно, дни пройдут, недели или месяцы, но последует большая война, которая неизбежна, которая предопределена. Уже сейчас мы слышим от Насравы, от лидера боевиков, Хезболы, что он будет бить по Тель-Авиву в отместку, если только Израиль ударит по Бейруту, по столице Ливана. Уже сейчас мы видим, что Сирия готовится тоже к противостоянию. Сирия, Башара Асада, которая подконтрольна иранскому режиму, иранскому КСИР, иранским силовикам. Уже сейчас нагревается Газа, Хамас, который готов вместе с исламским джихадом снова бить по Израилю. Уже сейчас проиранские Йемен, Хуситы, готовы снова атаковать ракетами и беспилотниками израильскую территорию, израильские корабли, и еще пуще перекрывать Суэцкий канал, точнее, те проливы, которые подходят непосредственно к Суэцкому каналу. Ну и, конечно же, сам Иран заявил о том, что в течение 72 часов нанесет тоже удар зеркальный по территории Израиля и отомстить Израилю. И даже Турция Эрдогана заявляет о том, сам Эрдоган, что если Израиль масштабирует войну, если он будет дальше усиливать военные действия на территории сектора Газы, если он начнет войну против Ливана, то турецкая армия пойдет оккупировать части территории израильского государства. Как будто Раджеп Таип Эрдоган вспомнил Саддама Хусейна, иракского диктатора, Ката, кровавого палача, который также говорил о том, что он будет оккупировать Израиль, грозился, который организовывал неправедные войны против Кувейта, тот же Эрдоган не просто так об этом говорит. Этот человек, который позволил провести тайные переговоры Хамаса, иранских сил, российских, на территории Стамбула, где было договорено о начале терактов 7 октября 23 года. Это тот самый Эрдоган, который позволил и Хезболе, и Хамасу отмывать деньги через строительство, через финансовые прачечные на территории Турецкой Республики. Который позволил этим всем людям, боевикам свободно, вольготно себя чувствовать на территории Турции. И который их сейчас поддерживает вовсю. Турция, страна НАТО, которая собирается, как он выражается, оккупировать территории союзника США вне НАТО, Израиля. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Почему эта война неизбежна? Эта война Израиля и Ливана неизбежна, потому что Иран очень сильно усилился. Потому что Иран хочет создать ядерную бомбу. И как заявил госсекретарь США Блинкен в ближайшие недели он может это сделать. Потому что Иран посмотрел на войну России против Украины, на то, какая дестабилизированная сейчас Европа, воспользовавшись мягкотелостью администрации Байдена, который снимал санкции с Ирана и позволял деньги аккумулировать на создание новых и новых систем вооружения и программ различных от баллистики, или дронов в этой ядерной программе, который посмотрел на то, что делает Китай по отношению Тайвана и Тихого океана. И турбулентный период во время американских выборов он подумал, что вот и настал час напасть на Израиль и если его не ликвидировать как государство, то хотя бы при помощи своих прокси, при помощи своих боевиков, террористических группировок напасть на него, нейтрализовать и значительным образом ослабить. Почему эта война неизбежна Израиля против Ливана? Потому что 7 октября 2023 года, когда, как вы помните, Хамас, группировка, которую также поддерживает террористов, которую также поддерживает Иран, вошла на территорию Израиля и убила огромное количество мирных граждан, детей, женщин, стариков, мужчин, которая насиловала и сжигала малолетних девочек и маленьких деток заживо, которая похитила немалое количество сотни людей, беременных, грудничков, женщин, стариков, иностранных граждан, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести, многих из которых до сих пор не освободили, в том числе и американских граждан, например. Когда эта организация вошла в Израиль, моментально силы обороны Израиля, армия Цахал, силы специальных операций, спецслужбы подвели свои резервы, быть может одну треть из числа резервов к северной границе, границе к Сирии и границе с Ливаном. Уже тогда эвакуировали огромное количество поселений израильских граждан с этих территорий в губину Израиля, губину государства. Уже тогда начались перестрелки, первые боестолкновения, которые не заканчивались и по сей день не заканчиваются. Минометные обстрелы, артиллерия работала, Израиль наносил ракетные удары, как и кстати Хезбелла. И авианалеты были со стороны Израиля, и танки стреляли, и до сих пор это все происходит. И до сих пор есть попытки Хезбеллы, прониранные на территорию Израиля, устроить диверсии, подрывы, поджоги, убийства, террористские атаки. До сих пор есть боестолкновения на границе практически каждый Божий день. И именно тогда Генштаб, о чем я узнал благодаря некоторым представителям Генштаба, стал Израиль, стал готовиться к возможной большой войне против Ливана. Уже тогда, как вы помните, нагревалась ситуация, должен был выступить лидер Ливана Насрала, Хезбеллы Насрала, простите, и заявить о том, что начинается полномасштабная полновесная война, но тогда градус напряжения спал, потому что американцы подвели резко свои войска. Самолеты, корабли, авианосцы, подводные лодки, и все поняли, что ничем хорошим это может не закончиться для Ливана и для Хезбеллы на сей раз. Однако прошло время, и противники Израиля очень и очень усердно готовились и ждали, когда можно будет начать полновесную войну, и дождались турбулентности в Штатах, выборов президента, когда уже Байден, считайте, ушел от управления страной, подосиживает последние месяцы, и когда непонятно, кто будет президентом США, кто войдет в Белый дом. И вот Иран аккумулировал все свои силы и теперь готовится нанести сокрушительный удар по Израилю, а Израиль готовится защищаться. Вы знаете, было до этого две ливанские войны, которые вел Израиль. Первую, которую он выиграл в чистую, создав на юге Ливана буферную зону, отправив туда свои войска миротворцев, которые не давали разыграться ни пропалестинским силам, ни Хазбалле, ни другим боевикам, террористам и режимам. Однако потом его заставили международные силы, ООН, США, Европа вывести свои подразделения, что было колоссальной стратегической ошибкой, потому что Хазбалла тогда подняла голову, потому что Хазбалла тогда стала проводить теракт за терактом, и началась потом последующая, вторая, полновесная, которая длилась целый месяц, июльская война 2006 года. В 2006 года Израиль и Ливана не такая уж теперь и успешная для Израиля, потому что огромное количество поселений с выше 70 было разрушено, были уничтожены предприятия, многие солдаты погибли. Хотя и тогда получилось у Израиля создать определенный периметр безопасности, сектор безопасности для своей страны близ Ливана. Однако эта третья война, которая точно будет и в ближайшее время, она уже будет не такой простой для израильской стороны, потому что противник стал сильнее, потому что Хазбалла — это очень сильная террористическая группировка, которая наличествует десятки и десятки тысяч штыков, боевиков, которые держат в руках не только ливанская, но также и иранская, также и российская, китайская, северокорейская оружие и оружие других стран, у которой есть танки, артиллерия, минометы, противоракетные системы, у которой есть система тоннелей похлеще, чем в Газе, потому что именно Хазбалла помогала Газе выстраивать, помогала Хамасу выстраивать эту систему, которая называется метро на территории сектора Газы. Там очень подготовленные боевики, потому что уже есть по периметру Израиля конфликт, война с Хамас на территории сектора Газы, война с исламским джихадом, потому что очень усилены йеменские хуситы, у которых есть уже системы вооружения и Путин им поставляет, а не только Иран, эти системы вооружения, в том числе и ракетные, потому что изменилась война, потому что есть теперь беспилотники, баллистические ракеты, дроновые различные уровни системы, которые используют, успешно используют Израиль. И вы знаете, недавно, относительно недавно, еще полтора-два месяца назад, была же эта атака Ирана по территории Израиля, когда огромное количество, сотни и сотни ракет и дронов летели в сторону Израиля, которых пришло, которые сбивали и американцы, и британцы, и французы, и весь арабский мир. И даже тогда самые развитые дроны и ракеты попали по территории аэропорта в Израиле, стратегического аэропорта. И сейчас очевидно, что если начнется полновесная война с Ливаном, то Иран направит все вооружение, и что уже израильская территория будет очень и очень страдать, что будут большие разрушения, что будет большое количество погибших людей. Именно к этому готовится Иран, к тому, чтобы поставить Израиль на колени. А Израиль готовится к тому, чтобы на эти колени не становиться, ни перед кем. Очевидно, очевидно, что этой ситуацией сильно воспользуется Владимир Путин. Он ждет, он подогревает ее, он участвует в планировании, я более чем уверен, помогает иранцам. так как он до этого помогал им во время планирования атаки Хамас. Зачем вы подумаете, нужен Путину этот очередной виток конфликта? Очередная это горячая точка на Ближнем Востоке, да еще и против Израиля. Все очень просто. После того, как началась атака Хамаса и война израильской армии в секторе Газы против палестинских террористов, вы помните, что пакет помощи, который направлялся из США к Украине был заморожен. Начались прения в Конгрессе. Вы помните, что тогда огромное количество американских боеприпасов 155-миллиметровых было отправлено на территорию Израиля, а не Украины. Вы помните, что тогда огромное количество противоракет, противотанковых систем отправлялись на территорию Израиля, что Америка стала распорошивать свои силы. И Путин и на сей раз хочет, чтобы это повторилось. Он прекрасно понимает, что чем больше он будет помогать в создании тех или иных горячих точек на Ближнем Востоке, на территории Азии, Владимирской Америки, тем больше и больше ресурса Америка будет тратить на те точки, на те государства, которые являются более важными для нее. Израиль стратегический партнер Америки, которого она обещала защищать. Соответственно, война в Израиле и Ливане приведет к еще большему вовлечению американцев, американских войск, американских сил, американского вооружения в эту войну. И Путин понимает, что таким образом он ослабит украинское направление для Запада. Захочет ли тогда Владимир Путин какие-то переговоры проводить с Украиной? Нет. Все равно накроется медным тазом, потому что он будет ждать, пока откроется окно возможностей. Окно возможностей для Владимира Путина и для его войск на украинском направлении, на украинском театре военных действий. И это колоссальная опасность. Но как я уже выразился, эта война Израиля и Ливана она неизбежна. Израиля и Ирана, который будет стоять за всеми этими атаками, неизбежна. И к этому необходимо готовиться. Можно ли избежать или оттянуть? Оттянуть еще можно, избежать нет, вряд ли. однако эти полгода, во всяком случае до января 25-го, пока в овальный кабинет в Белый дом не придет новый американский президент, будут очень тяжелыми и для Украины, и для Израиля, и для Тайвана, и для Кореи, и для многих и многих других стран, где только захотят устроить кровавые теракты, разборки, войны, противостояния, конфликты, те или иные диктаторы, в том числе и Владимир Путин. С вами был Александр Демченко, вы были на каналах Дмитрия Гордона. Давайте пожелаем Израилю и его людям большой удачи. Во всяком случае она им очень понадобится. Подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии. До новых встреч. Пока.